Виктор Янукович Напомним, слухи об уходе Левочкина появились еще в начале декабря прошлого года, после силового разгона Майдана. И далее о том, как этот день прожила Одесса. Набережную на Лонжероне возвращают городу. Шли очень халатно к исполнению документов. В Одесской области чиновники наворовали миллионы на питьевой воде. В итоге госслужащие получают чистую прибыль за нашу с вами не совсем чистую воду. Пьяный водитель, крутая машина и отсутствие опыта вождения. Итог очевиден. Рано утром 14 января 19-летняя девушка, которая несколько дней назад получила водительское удостоверение на своем черном БМВ, разбила пять припаркованных автомобилей. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. И теперь обо всем по порядку. Сегодня Одессу посетил вице-премьер Украины Константин Грищенко. С утра он провел рабочее совещание во властной государственной администрации. Параллельно здание пикетировали участники Одесского Евромайдана. По словам митингующих, вице-премьер в течение нескольких лет занимался подготовкой соглашения об ассоциации с ЕС. Однако после голосования Верховной Раде и принятия скандального пакета законов 16 января должен уйти в отставку. Соответствующую петицию митингующие и вручили высокопоставленному чиновнику. Комментируя вчерашние события, сам Грищенко не захотел, зато высказал мнение по поводу перевыборов Одесского городского головы. В Одессе должен быть мэр. Однако первоочередная задача – решение социальных и экономических проблем региона. Напомним, назначить дату выборов городского головы должна Верховная Рада Украины. Но, по мнению большинства экспертов, до 2015 года этого не произойдет. Краще, чтобы на чале городской власти был мэр. Но сегодня эти вопросы находятся в площади как раз общих политических процессов, где мы должны сконцентрироваться в первую очередь на том, чтобы решить социальные и экономические проблемы и города, и области. Также вице-премьер проконтролировал ход строительства поликлиники на улице Бочарова. Напомним, здесь планируется открытие детского медицинского центра общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. За два года на реализацию проекта из бюджета в различных уровней уже выделено более 7 миллионов гривен. Сейчас на достройку объекта не хватает 17 миллионов. Городские чиновники уже обратились к Константину Грищенко с просьбой помочь с выделением средств. Мы планируем при соответствующем финансировании завершить строительство до конца этого года. И на 15-й будем планировать около 25 миллионов на оборудование. Будем стараться объединить все бюджеты и городской, и областной, и государственной. Отдавая обратно, скандальный одесский дельфинарий лишился набережной. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил касационную жалобу облпрокуратуры и аннулировал право собственности владельцев дельфинария Немо на нежилые помещения и комплекс фонтанов на Лонжероне. Тему продолжит Ксения Ноздрова. 297 квадратных метров набережной Лонжерона по решению суда должны снова вернуться в собственность города. Право собственности владельцев дельфинария Немо на фонтаны и тротуарную плитку аннулировали удовлетворив касационную жалобу Одесской областной прокуратуры Высший специализированный суд Украины. Это большой позитив, что для органов прокуратуры и вообще для Одесской громады что эти решения про право собственности за пятьми громадянами скасованы. То есть действительно домоглись от этого. А вот владельцы дельфинария Немо добивались своего. Вначале они заключили с городом договор о благоустройстве набережной. А потом те самые пять владельцев подали в суд на получение права собственности 300 квадратных метров у моря. Тлятвина обещает, что одесситам вход на набережную все равно не будет ограничен. Она будет всегда доступной, будет всегда доступна для всех, кто сюда захочет прийти, здесь отдохнуть, скупаться в море, принять душ, принять солнечную ванну. На деле оказалось иначе. Через некоторое время на лонжероне оградили зоны платных услуг и стали строить заборы вокруг бассейнов и кафе. Буквально через пару недель, облокотившись на эти самые перила набережной, мужчина упал с помоста на плиты. Обвиняли, конечно же, собственников участка, как и мэрию, недальновидно подарившую набережную дельфинарию. Надо было на этапе принятия решений так отработать это решение, чтобы потом не возникало у контролирующих органов сомнений в его правильности. Думаю, что посчитали, будем так говорить, что это пройдет, и подошли очень халатно к исполнению документов. СМИ пишут, что владельцы дельфинария направили дело о передаче собственности в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Ксения Ноздрова, Алексей Кулигин, Новая Одесса. Безобразие в одном из крупнейших портов страны, Одесском, на этой неделе с жалобами в редакцию «Новой Одессы» обратились дальнобойщики, которые по несколько дней живут на транзитно-накопительной стоянке перед въездом в Одесский порт. Водители жалуются на процедуру рентгена грузов, которую проводит Министерство доходов и сборов. В чем проблема на самом деле, и есть ли она вообще, выяснял Вадим Шпаченко. В ноябре прошлого года пробка из фур, которые прибыли в порт на погрузку и застряли в очереди, растянулась на несколько километров. Тогда процесс затормозился из-за ужесточения таможенных осмотров. Просвечивание грузов рентгеном из выборочного превратилось в обязательное. Спустя два месяца, пусть и в меньших масштабах, но ситуация повторилась. Так ничего не решилось. Буквально там недельки, две, три как-то пошел лучше заезд. Ну, после Нового года. И начинается опять очередя. В среду утром перед транзитно-накопительной стоянкой Евротерминала опять были пробки. Правда, ситуация разрешилась уже к полудню. Все контейнеровозы пропустили за шлагбаум. Скопление машин, по словам водителей, якобы вызвало поломка одной из рентген-установок. В таких условиях, в грязи и в пыли, водители проводят по несколько дней. Площадка, которая вмещает приблизительно 350 машин, заполнена практически до отказа. Не помыться, не побриться, никаких условий нормальных. Дальнобойщики жалуются, что даже когда рентген работает исправно, процесс все равно занимает очень много времени. Я общался с многими контейнеровозами, допустим. Латвия, Питер, даже с Валенсии один, крупнейший терминал. 40 минут максимум. Больше, если задерживается машина, все сразу ставят на уши. Вместе с грузом проверки подвергается и кабина с личными вещами водителей. Потому что в порту дебилизм. Рентген проходит по полчаса одна машина. Помимо этого требует еще денег с водителя, чтобы не светить кабину. В Миндоходов подобные обвинения назвали не более чем провокацией. На рентгене грузов корыстных целей никто не преследовал. Работа проходила в штатном режиме. А небольшое скопление машин в первую очередь связывались с тем, что в порт зашло три крупных судна. В данный момент на въезде в порт скопилось порядка 230 автомобилей. При пропускной способности принятия порта одновременно 300 машин. Значит, ситуация по поводу скопления машин, она небольшая. Сканирующие системы, о которых говорится, и вышли они со строя, в данный момент они под контролем, опять же, нашим личным, находятся в сервисной службе. И сегодня до конца дня они будут работать в штатном режиме. Судя по всему, несколькодневный простой фур в порту не выгоден никому. В первую очередь страдают компании-перевозчики. Простой машин обходится им в копеечку. В это же время, в отличие от перипетий в порту, перевозка грузов по Украине занимает намного меньше времени. Вадим Шпаченко, Алексей Кулигин и Максим Горбатюк. Новая Одесса. Пьяный водитель, дорогой автомобиль и отсутствие опыта вождения стали причиной резонансной аварии на еврейской. Тогда никто не пострадал лишь по счастливой случайности. Это было ночное время суток. Прошло 4 дня. Авоз и ныне там. Никаких подвижек по привлечению к ответственности виновницы аварии до сих пор не было. Пострадавшие говорят, что она даже не извинилась. Груда покореженного металла, в очертаниях которой просматриваются дорогие иномарки, все еще ждет своей участи под открытым небом. Наш корреспондент Максим Шпат пообщался со всеми участниками аварии. И вот его сюжет. Рано утром 14 января 19-летняя девушка, которая несколько дней назад получила водительское удостоверение, на своем черном БМВ разбила пять припаркованных автомобилей. Два из них не подлежат восстановлению. Согласно протоколу ГАИ за рулем БМВ Лиса находилась 19-летняя студентка. Девушка отказалась давать пояснения и вела себя подозрительно. От нее был резкий запах алкоголя, это было прописано в протоколе, была неустойчивая походка, но опять же повторюсь, от мета-свидетельствования на месте ДТП она отказалась. Ребята были вообще не в адеквате, от них был алкоголь, девочка вообще непонятная была, там она или вообще она не понимала, что от нее очень несло алкоголь. На следующий день виновница аварии в сопровождении своих пассажиров приехала уладить проблемы. Но когда компания увидела все последствия решать вопрос на месте, они передумали. Отказались давать пояснения и нашему телеканалу. До сегодняшнего дня мы не слышим извинений, мы не видим раскаяния, мы не видим вообще ничего похожего и какого-либо желания каким-то образом ситуацию разрешать или что-либо предпринимать. Тойота Светлана не подлежит восстановлению. Единственный способ добиться справедливости – суд. Но дожидаться судебного решения и компенсации потерпевший Николай Иваненко не может. Ведь этот процесс, говорит он, грозит затянуться на несколько лет. Поэтому 10 тысяч гривен на ремонт сейчас придется выложить из своего кармана. Это мой хлеб, я должен зарабатывать деньги и мне надо это все делать. Я сделаю ее машину. Экспертиза назначена в течение 10 дней. Мне должны будут перезвонить, прийти и полностью сделать оценочную стоимость запчастей, работы. Теперь потерпевшим остается ждать, как говорится, у моря погоды. Экспертиза, оценки и ни одно судебное заседание еще впереди. Даже если суд обяжет финовницу аварии возместить материальный ущерб, 19-летней студентке будет это сделать непросто. Максим Шпат, Алексей Кулигин, Новая Одесса. Современные проекты застройщиков продолжают представлять угрозу для одесских деревьев. Одно дело, когда пилят сухостой, но они редко уничтожают и крепкие, и молодые деревья. В первую очередь в категорию риска попадают насаждения, растущие вблизи Черноморского побережья, на лакомых склонах, которые так полюбились одесским застройщикам. Тема продолжит Екатерина Лапицкая. Как исчезают одесские деревья? Сначала за бюджетные деньги уничтожают здоровые кроны деревьев. Таким образом, мы лишаемся источника кислорода, заградительного барьера между дорогой и домом, фильтра, мелкодисперсной пыли, вредной для здоровья человека, и места, где живут птицы. Спустя некоторое время на месте этих деревьев появятся новострои. Как оказалось, масштабную чистку в зеленой среде организовали чиновники городского совета, и не иначе, как с благими целями. Там сейчас происходят работы по реконструкции аркадийской балки и центральной аллеи. Все деревья, которые вырублены, будут осуществлены компенсаторные высадки, будет полностью возмещен тот ущерб, который нанесен окружающей среде. Судьба трех сотен аркадийских деревьев мало кого волнует. Ордер на уничтожение жизнеспособных растений выдан самим управлением экологии. Согласно акту номер 475, комиссия правления дала добро на уничтожение 287 деревьев, ни одной из которых не подлежит пересадке. Обещается, что деревья будут переданы после срубов в собственность коммунального предприятия «Горзелендрест». На их месте уже после реконструкции аркадий застройщик обязался высадить новые. В Одессе помимо массовой вырубки зеленых насаждений в Аркадии, еще в начале 2013 года застройщики уничтожали деревья возле отелей «Аркадия» и «Зимний». А в декабре успешно расчистили дорогу для будущего гостинично-оздоровительного комплекса «Магнолия». Ну, конечно, мы к этому относимся очень отрицательно. Деревья вырастить, чтобы это надо сколько времени. Одесса, чем она будет знаменита, чем она будет ставиться, если ни к морю подойти, ни деревьев нет. После проведенных милицией и прокуратурой проверок, возмещение убытков за несколько десятков срубленных на территории бывшего санатория деревьев легло на плечи собственника «Магнолии». Гибель зеленых гигантов оценивается всего в 600 тысяч гривен. Тот ущерб экологический, который нанесен городу сельскохозяйственной рукой деревьев, будет полностью, как я даже сказал, слегка компенсирован. Деньги будут перечислены владельцам этого санатория, профилактория, городской бюджет. Что же касается санитарной вырубки деревьев по всему городу, то и она вызывает массу сомнений. Удивительно еще и то, что опасаясь штрафов, одесситы вынуждены обойти все возможные инстанции, чтобы спилить старые деревья и обеспечить безопасность в своих дворах. Горзелентрест массово начал резать деревья, где можно и не можно. Мы видели фактически уничтоженный французский бульвар, мы видели уничтоженный ряд улиц, которые в центре города находятся, причем видно молодые деревья. Экологи считают возможным изменить сложившуюся в городе ситуацию. Необходимо первое в городе провести инвентаризацию. Должна быть встроенная система выполнения программы обновления и озеленения зеленых насаждений в городе. Она должна действовать. Чтобы дерево полностью восстановилось, понадобятся десятилетия. Но здесь уже мало шансов увидеть в результате красивую и естественную крону. А что же касается обещаний высадить новые молодые деревья, как мы знаем, обещанного три года ждут. Поэтому мы сами решили высадить первое дерево в этом году. Ну вот и все. Екатерина Лапицкая, Сергей Самойлов, Максим Горбатюк. Новая Одесса. Миллионы на питьевой воде наворовали чиновники в Одесской области. В городе дела обстоят не лучше. Если раньше деньги на программах обеспечения населения питьевой водой отмывали, то теперь 3,5 миллиона осели в карманах чиновников городского совета. А мы с вами по-прежнему не можем употреблять водопроводную воду без серьезной дополнительной очистки. В чем же первопричина проблемы, расскажет Дмитрий Долматов. На улучшение качества питьевой воды в Одессе из госбюджета направлен большой поток финансирования. Зачеркнуть из этого потока немножко вложений к себе в карман – непреодолимый соблазн для местных чиновников. В итоге госслужащие получают чистую прибыль за нашу с вами не совсем чистую воду. Хотя на улучшение качества воды, а также создание новых водопроводных систем, государство выделило Одесской области порядка 50 миллионов гривен. По словам экспертов, состояние воды за последние несколько лет улучшилось. Однако живительная влага до сих пор нуждается в дополнительных методах очистки. Вся проблема в трубопроводной системе. Транспортная система не поменяется даже раз в столетие. Это связано с тем, что дома, транспорт ходит по улицам. Все у нас застроено, как же можно поменять все трубы. Поэтому и во всем мире системы дополнительной очистки воды в домах, в кварталах, в отдельных учреждениях становятся все более и более популярными. И, кстати, даже вошли в программу Всемирной организации здравоохранения по улучшению качества воды. То, что вода станет чище, еще около года назад пообещал бывший городской голова Алексей Костусев. Мы поэтапно переводим все водонапорные станции на новую технологию очистки. На смену ядовитому жидкому хлору приходит новая технология, и мы очищаем воду гипохлоритом натрия. Это совершенно другая технология. Она позволяет давать воду, которая отвечает буквально всем стандартам. Видимо, технология еще как следует не заработала. Поэтому одними из самых доступных источников воды остаются бюветы. За последние пять лет их построили ровно ноль. Хотя даже такая ситуация устроила бы жителей областных центров, которые вынуждены довольствоваться привозной водой. Около сотни населенных пунктов Одесской области испытывают проблемы с водоснабжением. В это же время чиновники без капли стыда обогатеют на каплях живительной влаги. В карман госслужащих попадают не сотни, а миллионы гривен. Прекращена преступная деятельность чиновников одного из городских советов области, которые, вступив в преступный сговор с руководством предприятия, подрядчиком, из государственного бюджета похитили около 3,5 миллионов гривен. Фирма, которая получила от государства немалые деньги на постройку водопровода, по загадочному стечению обстоятельств, принадлежит семье депутата Одесского облсовета от партии регионов Игоря Еременко. Подобные слабости коллег к незаконному заработку в облгосадминистрации комментируют неохотно, акцентируя внимание лишь на том, что воровать со временем станет труднее. К этому вопросу мы будем уделять внимание и при формировании бюджета и заслушивании глав администрации они должны будут защитить вплоть до копейки те средства, которые будут выделяться на выполнение социально-экономических программ области и района. В рядах чиновников является обычным делом зарабатывать на самом необходимом – продуктах питания, медикаментах, одежде и уже даже на воде. В ноябре 2011 года президент Янукович подписал закон о всеукраинской программе «Питьевая вода Украины». Ориентировочный объем финансирования программы составляет почти 10 миллиардов гривен. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса. Наколядовал. В Одессе разоблачен преподаватель-взяточник. За последние несколько месяцев благодаря студентам он разбогател на 33 тысячи гривен. В настоящее время правонарушитель находится под домашним арестом. Если его вина будет доказана, придется отправиться за решетку. А возраст, кстати, уже солидный. Дарья Сидоровская расскажет подробнее. 67-летний доцент погорел на зимней сессии. За успешную сдачу экзаменов и защиту курсовой работы требовало студентке 250 долларов. Во время получения этого денежного вознаграждения он и попался. Как выяснилось, в течение двух месяцев преподаватель Одесского вуза получил от учеников более 33 тысяч гривен. Предпочтение мужчина давал иностранной валюте. В милиции установлено 8 фактов получения взятки. Был задержан преподаватель одного из высших учебных заведений города Одессы, которому объявлено о подозрении. На данный момент ему избрана мера причинения – домашний арест. Ведется следствие. Если вина все-таки будет доказана, горе преподаватель получит от 5 до 10 лет лишения свободы. Заниматься преподаванием он не сможет еще три года. Дарья Сидоровская, Новая Одесса. Через несколько недель в российском городе Сочи стартуют 22-е зимние Олимпийские игры. Одесса там будет представлена всего одним спортсменом. Учитывая то, что профессионально заниматься зимним медвеспортом в нашей городе практически негде, такой результат уже можно считать успешным. На одесской кузнице олимпийских чемпионов побывал Вадим Шпаченко. Вот он, каток Льдинка. Единственное место в Одессе, которое еще с советских времен воспитывает призеров зимних Олимпиад. Тут тренировались уже ставшие легендами Виктор Петренко и Оксана Баюл. 17-летнему кандидату в мастера спорта по фигурному катанию Владу Лагодя на Олимпиаду пока рано. Но на ближайшем форуме ему и его товарищам есть за кого поболеть. Сегодня над катком подняли флаг с олимпийской символикой. Это в честь нашего, можно сказать, лучшего спортсвена Яши Годорожи. Он сейчас катается на данном момент в Киеве. Мы желаем ему удачи на Олимпиаде. Особенно за единственного одессита на грядущей Олимпиаде будет болеть Елена Онищенко, первый тренер Якова Годорожи. Когда-то она и сама участвовала в серьезных соревнованиях, а теперь обучает деток из младших групп. Он пришел ко мне в три года и до 10 лет он катался у меня. Очень отзывчивый, очень добрый. В общем, хороший ребенок, хороший парень. Вместе со своим тренером за Олимпиадой в Сочи будут наблюдать и нынешние воспитанники Елены. Диана стала кататься на коньках, едва научившись ходить. Элемент вращения у нее получается, ну, очень хорошо. Сейчас я покажу. Наши спортсмены являются победителями и призерами Кубков Украины среди юношей. Также являются победителями и призерами взрослых чемпионатов среди юниоров. И сейчас наши старшие спортсмены готовятся к Кубку Украины среди мастеров спорта. Пожалуй, главный парадокс катка, который подарил Одессе множество чемпионов и призеров Олимпийских игр, состоит в том, что он не соответствует стандартам. Ему не хватает 8 метров в ширину и 12 в длину. Легендарные Оксана Баюл и Виктор Петренко финальную подготовку к победам на Олимпиаде проводили не в Одессе. Спустя 20 лет ситуация не изменилась. Тот же Яшик Годорожа, тот же Ганес Макарчан, Виктория Коник, они все сейчас тренируются в Киеве, к сожалению. Той базы, которой необходимы мы не имеем. Да, будем обращаться к своим руководителям, потому что самая обиженная область на Украине – это Одесска. Одесса не имеет ледового поля 30 на 60. Возьмем, к примеру, что Винница имеет три ледовых катка, не говоря о Киеве. Разговоры о создании еще одного катка в Одессе идут не первый год. Однако до конкретных действий пока не доходит. А на самом деле место для строительства нового ледового катка, который на этот раз будет соответствовать всем необходимым стандартам, есть. Это футбольный стадион соседней общеобразовательной школы. Родительский комитет «Льдинки» уже готовит по этому поводу обращение к губернатору. На этой площадке хватит места и для новой ледовой арены, и для школьного стадиона. Учитывая то, что в ближайшие годы по всей Украине собираются строить новые хоккейные площадки, эта инициатива вполне реализуема за счет государственных средств. Дело за руководителями области. А пока юные хоккеисты занимаются на той же «Льдинке». Вадим Шпаченко, Олег Шпак, «Новая Одесса». 19 января – один из самых больших христианских праздников – Крещение Господне. В этот день по традиции верующие идут в церковь на молебен и святят воду, а самые отважные купаются в водоемах или специально сделанной проруби в виде креста, которую называют Иордань. В Одессе крещенское купание по традиции будет организовано на берегу моря. В ночь на 19 января за 15 минут до полуночи пройдет освещение воды на 16-й станции Большого фонтана на пляже «Золотой берег». Те, кто по каким-либо причинам не успеет приобщиться к массовым купаниям на пляже ночью, могут сделать это днем – утром 19 января с 8.30 до 10.30 в Свято-Николаевском Приморском храме, что на морвокзале. Протеерей совершит торжественную литургию. Сразу после нее верующие смогут окунуться в морскую воду. На причале будут сделаны специальные деревянные мостики с лестницами для погружения. В Мужском монастыре на Пушкинской пройдет три божественные литургии в 6, 8 и 10 утра, а в 2 часа дня на пляже «Лонжерон» наместник монастыря проведет освещение воды, после чего все желающие смогут закалить свой дух и тело, окунувшись в крещенскую воду. Во всех местах, где пройдут купания, подготовят палатки для переодевания, горячий чай и сладости. На этих территориях предусмотрено дополнительное освещение, а также дежурство бригады скорой помощи, спасательной службы и милиции. Информационную картину «Пятница» 17 января дополнит проект о главных мировых событиях и прогноз синоптиков на ближайшие сутки. С понедельника для вас будет работать Антон Равицкий. Я желаю вам удачных выходных и прощаюсь ровно на неделю. До свидания. В Сенате США прошли слушания по ситуации в Украине. Заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала власть Украины доказать свою приверженность к сотрудничеству с ЕС конкретными действиями. Она также упомянула инциденты с избиением журналистки Татьяны Черновол и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Госпожа Нуланд подчеркнула, что США призывают украинскую власть немедленно возобновить переговоры с Международным валютным фондом, назвав методы МВФ полезной диетой для здоровья Украины. В свою очередь, американский политолог Збигнев Бжезинский высказал предложение к парламентам стран ЕС принять резолюции с выражением поддержки суверенитета и развития демократии в Украине. В заключение сенатор Роберт Менендес подчеркнул, что созвал эти слушания, поскольку вопрос Украины является ключевым для будущего всего европейского региона. В результате теракта в центре Бангкока ранения получили более 30 человек. Взрывное устройство сработало во время шествия участников антиправительственной манифестации во главе с лидером тайской оппозиции Сутебом Тауксубаном. Оппозиционный политик не пострадал. Так называемая пинг-понг-бомба была сброшена в толпу с трехэтажного здания, мимо которого шли демонстранты. На место взрыва оперативно прибыли представители полиции, военные пострадавшие и госпитализированные. В результате волнения в Бангкоке продолжающихся уже третий месяц 8 человек погибло. Более 450 получили ранения. Манифестанты добиваются отставки исполняющей обязанности премьер-министра Янглак Чинават, а также отмены внеочередных выборов национальное собрание Таиланда. На заводе по переработке резины в Графстве Северный Йоркшир сгорело 15 тонн автомобильных шин. Огромный столб черного дыма, вызванный пожаром, поднимался в небо почти на 2 километра. А след от него был виден на снимках, сделанных из космоса спутником НАСА. На ближайшем к месту пожара аэродроме пришлось отменить часть полетов. Пострадавшую территорию зоны экологического бедствия местные власти не объявляли. Однако распорядились не открывать окна и форточки в школах и частных домах. СМИ сообщают, ликвидировать последствия масштабного пожара удастся минимум через несколько недель. В штате Калифорнии из-за сильнейшего лесного пожара пришлось экстренно эвакуировать население целого города. На то, чтобы собрать самое необходимое и покинуть опасный район, у жителей Глендера было менее получаса. Пламя уже подбиралось к домам на окраине. Пока пожарные пытались справиться со стихией, более двух тысяч человек вынуждены были разместиться во временных укрытиях. Как выяснилось, причиной беды стало халатное обращение с огнем. Трех отдыхающих, устроивших костер в неположенном месте, задержали и чуть позже отпустили под залог в 20 тысяч долларов. Каждого заявил начальник местной полиции Тим Стааб. Правительством Турции во главе с Раджепом Таипом Эрдоганом смещены с должностей главный прокурор страны и пять его заместителей. Всего, как сообщают турецкие СМИ, в прокуратуре 20 человек сняты или переведены на более низкие должности. За 10 дней это уже второй удар, который наносит правительству умеренных исламистов по государственным ведомствам. 8 января были уволены начальники полиции в 16 провинциях. Массовые чистки правительство начало в ответ на антикоррупционную операцию под названием «Большая взятка», которая была проведена 17 декабря прошлого года без ведома турецких властей. Были задержаны десятки чиновников, представителей банковского сектора и сыновья ряда министров. В результате премьер-министр страны заменил 10 членов своего Кабмина. В Египте завершился референдум по новой конституции, которая наделяет армию дополнительными полномочиями. Как сообщило МВД страны, явка на голосование превысила 55% и, по предварительным данным, 95% проголосовавших поддержали новый основной закон. Официально о результатах должны объявить 18 января. Всенародная воля и изъявления бойкотировали братья-мусульмане, которые также призывали всех жителей страны не ходить на голосование. Ожидается, что в течение нескольких дней выйдет указ с датами проведения президентских и парламентских выборов в Египте. Глава Формулы-1 Берни Эклстоун предстанет перед немецким судом в связи с обвинениями во взяточничестве при совершении сделки по продаже коммерческих прав на главную гоночную серию. Сотрудники правоохранительных органов считают, что Эклстоун дал взятку в размере 45 миллионов долларов бывшему сотруднику одного из немецких банков Герхарду Грибковски. По этой статье, согласно немецкому законодательству, наказание может составлять от 3 месяцев до 10 лет тюремного заключения. В пятницу было объявлено, что судебный процесс, скорее всего, состоится в апреле в Мюнхене. Ранее 83-летний Берни Эклстоун признал, что заплатил деньги, чтобы избежать проблем с налоговыми службами в Великобритании, но отказался признать это взяткой. Во Франции работник одного из конно-спортивных центров Стефан Гюан жестоко отомстил депутатам, проголосовавшим за повышение налога на добавленную стоимость. На своем грузовике он подъехал к Бурбонскому дворцу, где проходил заседание Нижней палаты и вывалил перед входом огромную кучу навоза. На борту машины навозного мстителя, как уже окрестили Гюанта местные СМИ, был прикреплен транспарант со словами «Долой президента и остальных политиков» и «Да здравствует Шестая Республика». Стражи порядка мужчину задержали, а вот депутаты даже не прервали заседание. На них газовая атака не подействовала. Бывший младший лейтенант императорской армии Японии Хироо Онода, продолжавший более 30 лет после окончания Второй мировой войны вести диверсионную деятельность на филиппинском острове Лубанг, скончался на 92-м году жизни в Токио. В 1945-м, после того, как Токио подписал акт о капитуляции, Онода неоднократно видел листовки, сообщавшие об окончании войны. Однако считал их дезинформацией со стороны врага и продолжал вести партизанскую войну, нападая на американские и филиппинские военные объекты, полицейские участки и склады продовольствия. Прекратил сопротивление одинокий воин лишь в 1974 году по приказу своего бывшего командира, который специально для этого прибыл на остров Лубанг. Интересно, что на родине Хироо Онода встречали как героя. В Лос-Анджелесе президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс объявила номинантов на самую престижную премию в мире кинематографа «Оскар». Неожиданностей не произошло. На золотые статуэтки в главных категориях лучший фильм, лучший кинорежиссер претендует 12 лет рабства, гравитация, афера по-американски и кинорежиссеры этих работ. Имена обладателей «Оскара» станут известны 2 марта на 86-й церемонии вручения премии, которую будут транслировать в прямом эфире 225 стран. В Малайзии проходит один из самых шокирующих фестивалей планеты – Тайпусам. Тысячи индуистов стягиваются к подножью горы недалеко от Куала-Лумпура. На ее вершине расположен пещерный храм, к которому ведут 272 ступени. По легенде, в святилище обитает божество Муруган – олицетворение победы добра над злом, милосердие, покаяние и искупление. Во время шествия паломники посыпают головы пеплом сожженного кокоса, протыкают щеки или язык острыми иглами, накалывают на тело крюки и вешают на них тяжелые металлические или деревянные рамы с цветами и перьями павлина, символизирующими глаза божества. Лондон оказался самой привлекательной для туристов мировой столицей. Прошлым летом город принял почти 5 миллионов гостей из разных уголков света, а впереди в Париж и Нью-Йорк. Это на 20% больше, чем летом 2012 года, когда в столице Великобритании проходили Олимпийские игры. В среднем количество туристов, посещающих Лондон, растет на 12% в год. И, по мнению аналитиков, такая тенденция сохранится в ближайшее время. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в субботу, 18 января, в Одессе в течение дня будет ясно. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Температура воздуха ночи 6-7, днем 9-10 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска». Потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате 719-05-55.